Физиология – наука, которая занимается изучением гормонов, в том числе и рассматривает влияние гормонов на эмоции человека. Прослеживается прямая связь. Например, нейрогормон окситоцин. Установлено, что он отвечает за нежность, верность и надежность. Оказывает сильное воздействие на формирование материнского инстинкта. Тироксин – гормон раздражительности. Он помогает справиться с стрессом. И достаточное его количество в организме создаёт ощущение, что у человека просто стальные нервы. Дофамин помогает адаптироваться к новой среде. Он контролирует способность к обучению, поддерживает стремление к новым свершениям. В случае нехватки дофамина люди испытывают нерешительность и неуверенность в себе. Стимулируется магнием и цинком. Но имеет также ещё одну особенность. То есть он может закрепить предрасположенность человека к вредным привычкам. Это его же функции. Адреналин делает человека опасным и агрессивным. Люди, у которых он плохо вырабатывается, часто пасуют перед жизненными трудностями. Норадреналин отвечает за позитивное восприятие реальности. Чтобы удержать норадреналин и не скатиться к депрессии и к тоске, поможет железо, медь, марганец, селен и цинк. Эндорфины. Внушают человеку состояние спокойствия и безмятежности. Это главное звено противоболевой системы организма. И считается, что эндорфины увеличивают продолжительность влюблённости. Тестостерон называют гормоном агрессии. Эстроген. Если он соответствует норме, женщина часто выглядит моложе своих сверстниц, у которых наблюдается гормональная проблема. Кроме того, женщина с достаточным количеством эстрогена испытывает желание нянчить и защищать своё гнездо. Ну, нянчить птенцов и защищать гнездо. Серотонин. Это не просто гормон, это нейромедиатор. То есть он участвует в передаче импульсов между нервными клетками мозга. Он стимулирует познавательную деятельность человека, положительно влияет на двигательную активность и тонус мышц. С высоким уровнем серотонина человек испытывает чувство, что он может свернуть горы. В сочетании с другими гормонами серотонин даёт человеку ощущение всего спектра эмоций от удовлетворения до эйфории. Кроме настроения отвечает за самообладание и эмоциональную устойчивость. Контролирует восприимчивость человека к стрессовым гормонам. Если серотонин понижен, у человека малейшие негативные поводы вызывают сильную стрессовую реакцию. Доминирование человека в социальной иерархии, по мнению учёных, также обусловлено уровнем серотонина. Для выработки серотонина нужно поступление с пищей криптофана, обязательно поступление глюкозы с углеводной пищей, изменение ритма и глубины дыхания с помощью физических упражнений, а также солнечный свет. Кроме того, это просто действия, вызывающие приятные эмоции. Если мы говорим с вами про солнечный свет, нередко относительно которого мы испытываем дефицит, то следует ещё раз отметить ценность витаминов группы D. Между прочим, вообще витаминов D их 6 штук. D1, D2, D3, D4, D5, D6. Но полезных только 2. Это D2 и D3. Причём витамин D2 он поступает с пищей, а витамин D3, он под воздействием ультрафиолета вырабатывается в организме. Но дело в том, что только под определённым углом, который наблюдается с 11 до 14 часов. Под определённым углом имеется в виду кожа человека. В заключении я хочу поблагодарить всех, кто предоставил нам материалы, видеоматериалы своих выступлений, игры на гитаре, на фортепиано, стрип, танца. Хочу поблагодарить всех, кто оказывал моральную поддержку, кто писал комментарии. Это всегда очень ценно. Стремясь подытожить наши с вами действия за эту неделю, я сказала бы, что мы с вами помимо учёбы на протяжении всех этих дней пытались поддерживать в повышенном состоянии гормоны счастья. Когда мы поддерживаем друг друга, когда мы присылаем смайлы, выкладываем какую-то развлекающую информацию, то есть мы стремимся поддерживать друг у друга гормоны счастья. И по сути дела мы с вами делали много. Играли на инструментах, танцевали, вот только что не пели. Я думаю, что пришло время исправить этот недочёт. Давайте поддержим свой позитивный настрой, выработку гормонов счастья, включая серотонин. Присоединяйтесь.